Я видела Паку вчера вечером. Я была здесь много-много раз. Это был другой Паку, это была другая страна. И я даже не могла себе представить, что за эти годы так все изменилось. В каком же красивом городе вы живете! Пенсии, пенсии-то не хватает! Там ничего только не одея, промежут какие деньги это за? Тебе пенсии хватало? А-а-а! Вот так я живу, а второй ряд выперлась! Мы сексом по телефону занимались! Заверили! Но это знаете, когда озабоченный мужик тебе в трубку звонить, а ты ему дышишь! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! У сам века! У Петрова он и хорошо получался, у ее же астма! Я на вульту в огород чем мы ходила? Помидоры смотрят на меня и красные! Сделай, может у тебя получится! На базаре встречайте! Я ложу свои помидоры! Я сделаю все, как и сказал! Вышло, значит, солнце уже понасло, уже луна выскочила, вышло на грудь в огород! Помидоры копыни зеленые, так и остались! Но огунцы поперли! Судьбой подарок нечаянный, его величество смех! Поднимет нас из отчаяния, помогут жизни всем! Любой подарок нечаянный, его величество смех! Поднимет нас из отчаяния, помогут жизни всем! Стоит только начать! Не слегка улыбаться, а до слез накатать! Кто-то глупо веселых побед! Деюбан, Машир, Муни, Захар, Украина, Машир, Мусора, Машир, 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 Машир... Хотите, верьте, хотите. Гипермаркеты есть у вас, конечно, да? Ну, конечно, такой голодок, конечно. Тут мой муж мне говорит, сейчас говорю апатично. Мой муж мне говорит, давай сходим с тобой в субботу в гипермаркет. Я вот еще с ума сошел, там народ упал. Ну, для чего? Ну, продукты пришло до каких-нибудь, может быть, купим. А то, что как-то у меня полочки не очень прогнулись. И вдруг что-то, значит, было струно, что-то, как безумно, и свет погас. Знаете, как люди стали волноваться, шептаться стали. Мало ли что, может быть, свет погас, может, какая-то диверсия, ну, черт знает, что такое. И люди наши сразу сообразительные. Шепот, 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 там наши таки соображают. Значит, крупные вещи вывести не совпадают, значит, можно только что на зиму вывести. Тут голос такой, господа, и да, вы не волнуйтесь, у нас какие-то проблемы возникли с электричеством. Прикрывая мобильный телефон, мы стали подсвечивать цены, чтобы не съесть ничего дешевого. Маракуйя попали исчезли тут же, вместе с сеточками и с цельниками, кстати. В отделе сыров сожрали все самые вонючие сорта сразу. Значит, по дороге я что-то на мужа надела. Какие-то свитеры надела на какие-то ботинки. Он говорит, мне неудобно ходить. Я говорю, ходи! Если вы знали, каким я увидела с моего мужика, то он уже не аж спел. Он тебе говорит, что надела на него какой-то свитер. Он говорит, как свитер оказался чехол для машины. А вот эти ботинки оказались коньки. Он говорит, помоги мне снять, он сам снимает, мне стыдно. Он говорит, я нагнуться вам не могу, у меня там три палки сыра копченые колбасы. Еще, когда было тепло, я слышала такой диалог, только я не поняла, как он видит. Джон Сикл говорит, Котя, давай себе на спину наденем рюкзак. Он говорит, чего? Он говорит, напихает туда парадок и сверху наденет пальто, потому что ты горбатый. А я, говорит, тебе рюкзак надену живой под свитер, потому что я беременна. Когда в дальний свет оказалось 129 горбатых мужчин. 53 беременных женщин, еще половина из них была гигабатых беременных. В этой казине, знаете, где мячи для тенниса лежали, такая казина. Половина из этих мячов, мячей была над курсом. А рядом со мной уже в кассу стояла какая-то дядька. Я такой, зимой, мы же перегаржили. Они че-то как-то прийтились на какой-то. Какой-то, аж плечи такие. Такой-то че-то такой. Пока я не увидел, что у него из-под ветра получил кусок плазменного телевизора. Боже мой. Люди щулились. Стыдно было смотреть. Они прокатили турникеты. Пищали. Их возвращали. Они опять плещали. Потому что там же полно было штрих-кода внутри. Боже мой. Люди бежали сразу в туалет. Знаете, я вам скажу. Стыдно и ужасно. И если вдруг случится такая ситуация. Поемли. Приоделись. Быстро выходите, пока не зажглись. Стыдно. Стыдно смотреть. Она думает в глазах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы сможете? С кричат. Я. 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 Тебе сломаю, Дома мне я тебя люблю, Чи я тебе покажу. Что такое? Что? Я эту соню давно не видела? Что? Иди, 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 помоги, я со ступенечки, что-то я не боюсь. Иди отсюда, встань! Нет, ну еще, пожалуйста, сразу видно, кто у вас тут. Сядь! Что ты меня пойдешь вести? Можно я тебе больше? Иди, пожалуйста, тут мужчина, он, и ты знаешь, что он будет меня вести. Иди, иди с меня. Ты снял очки? Ты меня хорошо видишь? Уйди отсюда! Что ты с ними, что это за лицо будет у тебя? Как тебе зовут вот это, что ты бегаешь? Тебе? Руслан. Руслан? Ты хочешь меня снять? Давай, у тебя деньги есть, что-то? Иди, Дети мои, дай мне, пожалуйста. Как тебя зовут, мой дорогой? А? Серожечка. Ой, Серожа! Че ты так боишься? Серожечка. Че ты здесь делаешь? Чем ты здесь работаешь? А? Ну, тоже-то понятно, что на меня есть, на что посмотреть. А шо ты делаешь? Чем ты работаешь? Ты работаешь? Шо ты делаешь? По пустякам? Да мне кажется, что в боку все по пустякам. Такие вся же жизнь. По пустякам, первой рации. Вы видели этот костюмчик по пустякам? А чочки золотые? Это твоя жена? Красавица. Ну шо, как вы же? Я на базе. Как вы живете? Шо вы делаете? Пропомните, я рассказывала, что она молоденькая девочка. Она одет в синагогу. Кравину. Она выходит замуж. Она говорит, у меня завтра первая брачная ночь. Я тебя хочу спросить, мне надо одеть ночную рубашку? Нет. Так он говорит, деточка, оденешь ты рубашку? Не оденешь ты. Все равно будет то, что должно быть первой брачной ночью. Задовусь вам тут весь вечер. Шо у тебя, шо у Сережи все время здесь руки. Шо вы там держите, скажу. Отпусти. Ж excu. Шо панета сразу на спинку стулок уложил. Помните, он все вечер не сказал? Плачьи и рассможайтесь. Помните? Он сказал все, а услышали только китайцы. Маля, что тебе сказать? Все, извините, беспокойно я. Если ты видишь, она ему сказала, что держала. Так я вам нашла рассказы, когда последний раз читала сказку. Когда? Ты читала сказку? Когда? Помните такая сказка? Избушка на коричьих ножек снесла три яйца. Помните? И все деревянные. Ну спроси меня, что дальше? Ну спроси, что дальше? Ну, что? Кто спросит? Я же не скажу. Ну дальше, и что дальше? Ой, эти с балкона, они посмелей. Их отсюда не видела. Дальше я вам услышу. Больше она с задом кресу некого раньше. Это же тетя Соня 23 год, и что она остынет? 23. Столько шуток. Ой. Помните, такая шутка была? Я ее очень любила, тетя Соня. Я тут хотела стать манекеншицем. Сейчас же, ты хочешь стать манекеншицем? Дочка твоя, не хочешь? Девочки все хотят. Знаете, что надо стать, что? Ты знаешь, что надо делать, чтобы стать манекеншицем? Я знаю, чтобы так ходить. Они что, они кладут им сливу. И надо так ходить, чтобы она не выпала. Так, ну я положила сливу. Я стала так ходить. Я перевернула холодильник. Боже мой, я оторвала батарею. Я потом эту сливу найти не могла. Хорошо, что же я не придумала обусть положить, слышно? Ой, что вам сказать? Я уже теперь так сижу на скамеечке, ко мне приходит, рассказывает всякие истории. Ко мне пришла соседка. Соседка, конечно. Такая девочка. У нее появился альбом. Тетя Соня шутил. Он учитель физкультуры. Я ну что? Он боялся, что их застанет муж. Такой внизу под балконом, она живет на пятном этаже, положил батут. И у них там, я знаю, что. И приходит муж. И он выскочил с балкона. Че он был? И в че? Там батут. А муж пошел покурить на дуку. И вдруг к мужу снизу подлетает. И вот этот учитель не нашел ничего лучшего. Он мужу говорит, здравствуйте. У мужа выпала сигарета. Этот улетел. Опять подскочил. И муж спрашивает, ты кто? И что вот этот вот учитель физкультуры? Что он говорил? Я купидон. И опять туда? Муж стоит, глаза уже на лбу. Этот подлетает. И мой муж говорит, я слышал, что купидоны бесполые. А ты мне перед носом машешь доказательствами. Так учитель физкультуры этот купидон говорит, это пропеллер. Я рассказываю, что этот муж говорит, почему он в чехле? Ну, и шо вот этот ответит? Шо б не отморозился. Шо я больше ничего говорить не буду. Здесь есть молодежь. Это мне не удобно. Но вы понимаете, шо только в жизни. А вы думаете, шо я это шо? Я хожу, хлеб покупаю. Так, а там одна девочка, когда в шесть. Тетя Соня. Женщины же хотят романтики. Они же хотят любовь. Шо я не права? Так она говорит, у меня с мужем полный штиль ничего. Он смотрит в футбол, кричит и все. Шо мне делать? Я говорю, давай я подумаю. Я прихожу на следующий день со хлебом. Я говорю, пойди в магазин, где продают футболки. Купи сборную, все с фамилией. Футболистов. Она пошла. Она говорит, зачем? Я говорю, узнай, кто хуже всех играл, когда он кричит. И надевай эту футболку с фамилией, вот это шо хуже. Посмотри. Вечер он смотрит в футбол, кричит, как ненормально. Она говорит, а кто хуже всех играл? Она пошла, она делала футбол, кричит, а жарит, я знаю, что-то. Я говорю, ну и что? Она говорит, он устил мне всю ночь, как? Все, я буду так больше не хочу. Я не хочу. Знаете, что? Я не хочу. А еще у меня есть одна подруга. У меня все еще все играли. У меня три подруги, все сумасшедшие. Она вышла завтра, я ее не видела. Ты шо, ее знаешь? Слышишь, эта подруга моя вышла замок, я ее не видела. Встречай, я говорю, ну шо, расскажи. Я ее не видела. Тут я встречала, расскажи, шо, нет. Она говорит, он очень хороший человек, но как мужчина полный ноль. Я говорю, шо, он мне говорил, шо, у него есть проблемы. Она говорит, он говорил, шо, у него есть недвижимость. Я думаю, что это дальше. Господи, я не хочу. Знаете, дети растут там, дети растут там. Шо, иди сюда, сервушечка. Иди, мой котик, иди. Ой, иди сюда. Ой, че ты, че ты меня так ведешь, как подкупу. Ты мне, иди сильнее. Держи, иди сюда. Мы с тобой, ты мой. Возьмешь ножку, поставишь на ступенечку. Я уже зайти туда не могу. Иди, возьми ножку, возьми ножку поставь. Не надо мне ничего поднимать. Ножку. Ой. А как будет нога по-азербайджанскому? Как? Аях. Возьми мой аях. А рука? А? Эль. О? Возьми мой эль. Теперь. А теперь аях. А как ступенька будет? Как ступенька? А? А? Пеликен. 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 Повтори, как будет ступенька. Пеликен. Теперь это вот это. Нет, не надо меня принимать. Я хочу, чтобы теперь были дети. Как? Как вот это вот будет? Эль. Возьми эль, теперь за аях, верни меня и ставь на поликен. Куда мне надо? Как это называется? Пеликен. Слава Богу, я приятного ты выучишь азербайджанскому. Слава Богу, я приятного ты. А? 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 А ты, величие министы, мамы и долгие годы! Всё! Как эта жизнь сложная и простая, То летний зной, то летний февраля. А я живу, я не пришла в Нью-Йоркс. Всё тебе спасибо, жизнь моя. Спасибо за любовь, за вещь счастливой. И всё же, когда останутся одни, Совсем одни, на краю же обрыв. Не отвертись, а кнопку пройти. Но чтобы не было. Хотим, чтобы не скоро был, не скоро был финал. Красим, чтобы не скоро был, не скоро был финал. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я знала, что вокруг этой степени я знала, я помню очень хорошо, я не забывала наши здесь гастроли, сольные концерты, и концерты, когда ваша земля, Лев Шмелок, с которыми мы были здесь на гастроли, и играют по однообностям с Леонидом Храневским, и с Эммануэлом Петергамом, и там играет творческий Денис Севабовский. Я надеюсь, что вы увидите это всегда здесь, в этом гастролице. Спасибо вам за тот подарок, который мы сделали в этот сегодняшний вечер. Спасибо! Спасибо!